Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты два автомобиля. Конечно, это бестселлеры рынка, столь любимый С-класс. Встречайте! Японская красавица Мазда 3, за которой еще совсем недавно выстраивались дикие очереди. Ну, в советские годы так не стояли за колбасой, причем это абсолютно обновленная версия. Да. И французская красавица Citroën C4. Ну, раз ты приехал на тест на французском экстравагантном автомобиле, тебе и начинать рассказ, поясни нашим телезрителям все преимущества и недостатки. Обязательно. Ну, начну я с самого главного – внешности. Так, если предыдущая версия Citroën C4 в кузове пятидверных хэтчбэк была, ну, как бы это помягче сказать, не очень привлекательна, то эта машина совсем из другого теста. Чего одна фальш-радиаторная решетка, закамуфлированная под традиционный двойной шеврон, стоит. Но о филейной части я вообще не говорю. Если помните, пятая багажная дверь не спадала неким пологим водопадом к заднему бамперу автомобиля. Здесь все, как у обычного классического традиционного хэтчбэка. И в этом он только выиграл. Первое, что бросается в глаза, это то, что баранка лишилась неподвижной ступицы. Руль выглядит очень интересно, особенно вот этот вот классический спортивный срез в нижней его части. Но кожа, которой оббит этот руль, в общем, показалась мне, ну, мягко говоря, излишне скользкой. И это минус. То же самое и это заметил не только я, но и Андрей, который покатался на этой машине. При перехвате, правильном перехвате руля, особенно в такую погоду, как сейчас, вот эта металлическая вставка, в общем-то, может быть холодной. И если вы начинаете активно маневрировать, хвататься за нее неприятно. Панель приборов переместилась на традиционное место. Если помните, на предыдущей версии она была расположена по центру. И от этого машина приобрела более классический и традиционный вид. Множество кнопок, увы, у Citroen нет такой системы, как у других производителей, которая объединяла бы в себе в центральном компьютере все подсистемы. Поэтому обилие кнопок, увы, как я повторюсь, избежать не удалось. Их много как на руле, так и на бороде торпеда. Саша, молодец, что раскрыл нашим телезрителям тайну, что я ездил на этом автомобиле. И у меня к ним возникло много вопросов. Я с тобой соглашусь, внешность отличная. Знаешь, я даже, наверное, пойду такой параллель, это как французская женщина. Ты приезжаешь в Париж, ты смотришь на них, они такие... А потом ты садишься в кафе, начинаешь внимательнее за ними наблюдать. А у них вот мимика, жесты, все не то и все не так. И тебе хочется домой. Вот я сел в эту машину, и мне сразу захотелось куда-то из нее выйти. Почему? Я тебе объясню, почему. Потому что вот эта панелька, вот пластмассовая, вот она... Почти карбон. Почти карбон. Я смотрю с водительского места, и вот эта часть руля мне перекрывает кнопки радио. Мне не нравится синяя подсветка. Правда, конечно, сегодня мы уже разобрались, что можно переключить ее на белую, но все равно по умолчанию я увидел эту синюю подсветку, мне захотелось выйти из этой машины. А навигация, навигация на английском языке. Можно с таким же успехом сделать ее на испанском или на итальянском. Ну, на самом деле, я знаю, что тебе возразить. Нет, я согласен по поводу навигации. Это первый опыт компании с навигационной системой. Вот задумчивость этой системы, вернее, то, как написана программа, например, при смене языка он просто выключается, знаете, как происходит перезагрузка компьютера, и проходит где-то порядка двух минут, прежде чем он загрузит. Десяти кварталов, я бы сказал так. Десяти кварталов. Ничего. Теперь. Но. Андрей уповал на большое количество кнопок, что ему перекрывает руль эти кнопочки. Но дело в том, что вот здесь действительно я могу возражать, и возражать, в принципе, аргументированно, поскольку, посмотрите, на руле все функции, которые ты можешь, которые выведены, предположим, на бороду торпеда, они все продублированы на руле. Даже активировать навигацию я смогу, толкнув специальный рычажок, вернее, нажав кнопочку, в торце левого подрулевого переключателя. Все это очень здорово, но проблема в одном. Ты садишься в машину, и ты полчаса, я должен, наставил под себя, чтобы куда-то сдвинуться с места, понять, где какая кнопка, за что отвечать. Вот в Мазде все намного проще. Пойдемте, я вам расскажу. Переднюю часть трешки венчает новый бампер. Вообще, немножко изменились линии, конечно, но мне кажется, он даже благодаря вот этим вот боковинам стал такой более агрессивный. Но нужно иметь очень хорошо наметанный глаз, чтобы отличить обновленную версию от предыдущей. Изменения зато заметны в салоне. Пойдемте. В салоне трешки все по-прежнему по-японски. Все спокойно, все обычно. Мне нравится здесь рулевое колесо, все удобно. Оно всегда ложилось и по-прежнему ложится в руки. Главное изменение. Немножко изменился цвет, так что теперь приборы на самом деле выглядят еще лучше. Изменился цвет подсветки, она теперь такая голубоватая, а не красная. И самое главное, изменился вот этот вот дисплей бортового компьютера. Он теперь гармонирует абсолютно со всем салоном. В остальном старый проверенный, в общем-то, хороший пластик, мягкий, все удобно, все на своих местах, все ручечки, крутилочки. Так что каких-то откровенных претензий я, честно говоря, найти не могу. И мне эта машина нравится больше, потому что здесь нет вот этой лишней вычурности. Нет никаких вот этих вот непонятных кнопочек на руле, под рулем, смены каких-то цветов и прочего. Самый обычный, стандартный, японский набор. Я вот только что рассказывал нашим зрителям, что здесь все, смотри, как стандартно, удобно, без всяких вот этих вот заморочек, наворотов. А вот это все такое, маленькое такое? Это бортовой компьютер. Он перестал быть красным, стал белым. Я знаю, нет. Дело в том, что можно заказать версию автомобиля с навигационной системой и рассматривать вот в такой вот маленький экранчик направление движения, я думаю, все-таки не очень удобно, потому что здесь тоже ничего не дублирует. Нет, но это недорогой бюджетный японский автомобиль. Это вопрос другой. Это вопрос российской экономики. Может, мы поговорим чуть позже? Хотя, соглашусь, экран все-таки маленький. Я могу сказать, что тут, в принципе, достаточно места над головой, но в Ситрояне больше, это даже учитывая тот факт, что там есть панорамная крыша, стеклянная панорамная крыша. И еще одно. Представим себе ситуацию. Вы заехали в ресторан быстрого питания или просто едете куда-то в дороге, у вас стоит вот здесь в подстаканниках водичка. Чтобы протянуть руку к ручнику, наверное, это делать все-таки придется мне, да? Поскольку вот в штамповке изменить и поменять местами подстаканники и ручники... Да, подстаканники у нас остались праворульными, а машина у нас леворульная. Это раллийный болид, здесь все работают в тандеме. Водитель и штурман. То есть всегда ездить вдвоем? Конечно, иначе нельзя. Объем двигателя Мазда 3 1598 кубических сантиметров. Мощность 105 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 145 ньютон-метров при 4000 оборотах в минуту. Максимальная скорость 173 км в час. Разгон до сотни 13,1 секунды. Средний расход топлива 7,5 литров. Объем двигателя Ситроена С4 1598 кубических сантиметров. Мощность 120 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 160 ньютон-метров при 4250 оборотах в минуту. Максимальная скорость 188 км в час. Разгон до сотни 12,5 секунд. Средний расход топлива без малого 7 литров. Честно говоря, я никогда не понимал Мазда 3. Вот не понимал ее в принципе. Я никогда не понимал, почему люди платят за эту машину деньги и скупают их в таком огромном количестве. А поездив пару дней, мне кажется, я понял, что к чему. Вы попадаете в салон. И знаете, это словно после долгого тяжелого рабочего дня и стояния в пробке. Вы приходите домой, снимаете одежду, одеваете любимый халат, тапочки. И садитесь в любимое и уютное кресло. И я даже не побоюсь сравнения. Я сравню этот автомобиль с настоящей японской гейшей. Спросите, почему? Да вы сами посмотрите на эту машину. Внешность очень приятная, но в то же время она очень ровная. Вас ничто не раздражает. В салоне удобно, уютно, депло. Мазда отлично принимает своего хозяина и своих пассажиров. Ситрайн действительно поражает своей плавностью хода. Это совершенно другая машина. При этом я хочу заметить, что курсовая устойчивость, в отличие от предыдущей машины, стала гораздо выше. Что касается шумоизоляции, то здесь, как мне кажется, все тоже на уровне. Поскольку автомобиль и сама компания позиционируют себя, как производитель машин, стоящих несколько выше, чем обычный средний класс. Я думаю, что здесь все подобрано для того, чтобы чуть-чуть сэкономить. Но, тем не менее, сделать машину очень достойной и конкурентно способной. Говоря про приборы, я снова не соглашусь с Андреем. Дело в том, что переместившиеся на свое обычное для основных автомобилей место, консоль с указателем уровня топлива, тахометром и спидометром, мне кажется, только выиграла. Давай, Саш, в двух словах подведем итоги нашего сегодняшнего сравнительного теста. Мне, в принципе, не совсем понятно, почему люди покупают Mazda 3. Дело в том, что мне такой автомобиль вообще не нужен, тем более седан. Ну, это действительно популярная машина. Статистика продаж говорит сама за себя. Но я, опять же-таки, вернусь к той параллели, которую я уже начал проводить, сидя за рулем этой машины. Это такой, действительно, приятный на вид и приятный на ощупь автомобиль, который не разражает. На мой взгляд, Ситроен, при всей своей, ну, такой симпатичной внешности, он все-таки немножко вычурный. Действительно, он как такая французская женщина. Очень красиво смотреть, но очень не хочется общаться. Но, не знаю, что скажет Саша по поводу Ситроена и Mazda. В принципе, я соглашусь с тобой, Андрей. Но соглашусь лишь отчасти. На мой взгляд, оба автомобиля все-таки немножко разные. Дело даже не в том, что Ситроен хэтчбэк, а Mazda седан. Благо, у компании есть выбор и можно заказать ту же трешку в кузове хэтчбэк. Так что, на мой взгляд, это все-таки, ну, немножко разные автомобили. Дело в том, что, наверное, производитель имел совершенно иные посылы, создавая ту и другую машину. Mazda нарочито простецкая. Ситроен более изысканный и, может быть, даже слегка вычурный. Но это его, на мой взгляд, совсем не портит. Как говорится, больше гламура и макияжа и педикюра. Но проблема этих автомобилей у нас в холодной России одна. Это наше таможенное законодательство. Потому что 850 тысяч рублей за Mazda. Да где это видно, чтобы в Японии стоила эта машина. Поэтому все здорово, если взять и поделить на два. Ну, а на сегодня это все. Всего доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!